МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Лучшие воспитанники 19-й школы и их наставники получили денежные премии президента управляющей холдинговой компанией «Промагра» Фёдора Клюки. Ключевые направления деятельности АПК «Промагра» – новые инвестиционные проекты и успехи действующих предприятий. Парад достижений прошел в 19-й школе. В торжественной обстановке особо отличившихся школьников посвятили в кадеты, а также присвоили специальные кадетские звания. Традиционные по итогам четверти денежные премии президента управляющей холдинговой компанией «Промагра» Фёдора Клюки вручил генеральный директор АПК «Промагра» Константин Клюка. У 11-ти классницы Маргариты Сосновская активная жизненная позиция. Девушка успевает хорошо учиться, занимается танцами и спортом. В этом году Маргарита впервые была удостоена премии президента УХК «Промагра» Фёдора Клюки в размере 25 тысяч рублей. Мы участвовали в фестивале «Каденская симфония», который проходил в городе Уварово Тамбовской области. Стали там победителями в танцевальном конкурсе. Заняли первое место в ориентировании, который был посвящен году кино. Также я участвую в спортивных соревнованиях школьных этапов и муниципальных, в которых наша команда школьная становится призером. У одноклассника Маргариты Михаила Ермоленко сегодня двойной праздник. Михаилу присвоено специальное кадетское звание – вице-младший сержант. Вместе с погонами кадет получил и денежную премию. Первый раз получал в седьмом классе, второй раз в восьмом. В седьмом-восьмом получал за муниципальные этапы всероссийских школьных олимпиад, а сейчас за отличную учебу и за победу на фестивале кадетских корпусов «Кадетская симфония». Второй год подряд по итогам первой четверти в рядах награжденных и Всеволод Вишневский. Восьмиклассник с детсадовского возраста занимается в театральной студии «Маска» и мастерски владеет художественным словом. С гордостью за церемонией награждения наблюдала мама Всеволода Оксана Викторовна. Испытываешь чувство гордости, какой-то ответственности. Я думаю, что села не подведет и в этом году, и в следующем году. Чтобы дети стремились дальше получать, чтобы дети понимали, что если они не будут стараться, то они ее не получат. То есть это надо, да, вдохновлять детей на учебу. За высокие профессиональные достижения в работе с одаренными детьми премии отмечены и пять педагогов. Размер премии солидный – 30 тысяч рублей. В 13 лет я проработала в этой школе. Это первая премия. Я очень благодарна. Я люблю своих воспитанников. Отдаю полностью себя. 30 тысяч премиальных получила и учитель русского языка и литературы с 30-летним стажем Людмила Зиновьева. Я хочу потратить премию на сына своего, он у меня в армии. Возможно, поеду на присягу к нему в Москву и эти деньги потрачу. Погуляем с ним. Если нам удастся по Красной площади, он в Москве служит. Эти деньги очень нам пригодятся. Константин Клюка признался, что искренне полюбил 19-ю школу, эту особую атмосферу, царящую здесь, и пожелал коллективу одержать победу на областном этапе конкурса «Школа года». Скажу вам по секрету, все время, когда прихожу сюда, испытываю одно и то же чувство. Честно, искренне. Мурашки по коже. Действительно, такая атмосфера, которая здесь присутствует, каждую четверть, окончание года, начало года, я такого не видел нигде. Я, честно говоря, лично уверен, что вы выиграете. Но еще раз, я считаю, что школа не только лучшая в городе и в области, но и потенциально может быть одной из лучших школ вообще во всей России. Вот хочу вам пожелать уставить какую-то для себя высокую планку и планомерно, постепенно к ней привлекаться. В ответ звучали слова благодарности семье Клюка за четкое внимание к нуждам школы, за признание заслуг, высокую оценку достижений школьников и учителей. Позвольте от администрации Староскольского городского округа высказать слова огромной благодарности лично вам, Константин Олегович, всей семье Клюка за поддержку детских талантов. Сегодня наши учащиеся прославляют Старосколь, Белгородскую область на различных всероссийских соревнованиях и конкурсах. Без такой поддержки эти результаты были бы невозможны. В следующий раз шефы приедут уже после новогодних праздников вручать премии достигшим особых успехов в учебе и спорте по итогам второй четверти. Агропромышленный комплекс «Промагра» вертикально интегрированная компания, специализирующаяся на промышленном свиноводстве, мясопереработке, растениеводстве и переработке зернового сырья. Является одним из крупнейших производителей свинины черноземного региона и поставщиков мяса на рынке Российской Федерации. Сегодня в структуру АПК «Промагра» входит три свиноводческих комплекса «Оскольский бекон» с общей численностью животных более 300 тысяч голов и мощностью более 60 тысяч тонн в живом весе в год. Комплекс по производству и переработке мясной продукции и комплекс по производству комбикормов. Для обеспечения замкнутого цикла производства комбикормами компания выращивает на собственных сельскохозяйственных землях пшеницу, ячмень, кукурузу, сою и подсолнечник. При этом «Промагра» не только собирает стабильно хороший урожай, но и успешно сохраняет их. Новые элеваторы позволяют единовременно хранить более 40 тысяч тонн зерна. Завод по производству комбикормов обеспечивает продукции три свинокомплекса. Производительность составляет до 200 тысяч тонн комбикормов в год. В ассортименте 10 готовых рецептов. Продукция соответствует всем нормам ветеринарной и экологической безопасности. АПК «Промагра» – один из крупнейших производителей свинины в черноземном регионе. Производство полного цикла в Белгородской области представлено тремя свиноводческими комплексами «Оскольский бекон» общей мощностью более 60 тысяч тонн в живом весе в год. Производственные комплексы оснащены инновационными системами кормления и содержания животных от ведущей европейской компании в сфере сельского хозяйства «Биг Дачман». Собственный цех по производству семени позволяет получать семя высокоиндексных ряков производителей пород «Ландрас», «Дюрок» и «Крупное белое», приобретенных у компании «Топикс Норсвин». Общая численность животных на сегодня на всех свинокомплексах «Промагра» – более 300 тысяч голов. Мясоперерабатывающий комплекс «Промагра», состоящий из двух заводов, входит в тройку лидеров по производству свинины в Белгородской области. Новый завод по производству и переработке мясной продукции «Промагра» – современное высокотехнологичное предприятие мощностью 240 голов в час. Общая площадь нового мясоперерабатывающего комплекса – 49 тысяч квадратных метров. Производительность – более 1 миллиона голов в год. На предприятии создано 200 новых рабочих мест. Новый завод вошел в десятку самых крупных в России, выпускающих охлажденное мясо. Проект разрабатывали совместно российские и немецкие специалисты. На предприятии от загрузки до выхода конечного продукта используются умные технологии и современное оборудование компании «Банс» – одного из мировых лидеров в своей отрасли. Из убойного цеха полутуши поступают в камеры шокового охлаждения, где будут охлаждаться при температуре минус 18 градусов, что позволит более качественно сохранить мясо. После камеры шокового охлаждения полутуши по конвейеру поступают в холодильники созревания. Общей вместимостью – 5,5 тысяч туш. Использование передовых технологий и соответствие международным экологическим стандартам. Высококвалифицированный персонал и строгий контроль на всех этапах производства обеспечивают высочайшее качество продукции. Тем самым АПК «Промагра» вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Транспортная компания «АПК «Промагра» осуществляет доставку комбикормов на свиноводческие комплексы, перевозку животных на убой и доставку готовой продукции. В автопарке – современные кормовозы, скотовозы, рефрижераторы. Собственный логистический центр обеспечивает координацию движения и оптимальное перемещение грузов. Производственные процессы агропромышленного комплекса организованы на основе требований внутрикорпоративной системы качества. Вертикально интегрированная структура, включающая полный цикл производства от поля до прилавка, позволяет осуществлять контроль качества производства, производимой продукции и обеспечивать максимальную эффективность на всех этапах производственного цикла. В июле 2016 года агропромышленный комплекс «Промагра» повторно подтвердил полное соответствие действующей системы менеджмента безопасности пищевых продуктов требованием схемы сертификации FSSC-22000. Данные сертификаты являются гарантом того, что «Промагра» является производителем безопасных и качественных продуктов. Соответствие международным стандартам дает компании право выхода на международный рынок. География продаж насчитывает 17 регионов России. Успешная реализация мяса идет в Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Крымском, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. В 2014-2015 годах сумма целевых инвестиций превысила 7 миллиардов рублей. АПК «Промагра» ведет строительство новых производственных мощностей, внедряет передовые технологии для выпуска новых видов высококачественной, экологически чистой, конкурентоспособной продукции. Миссия компании. Мы улучшаем рацион питания наших потребителей, предлагая им качественные продукты.